Новая неделя начинается со спокойствия на финансовых рынках. Доллар все еще не определился со своим дальнейшим движением, поэтому на графиках многих валютных пар в текущую азиатскую сессию мы можем наблюдать спокойствие. Однако это не продлится долго. Впереди новые события, публикации новых важных данных и острая реакция рынка на них. Давайте подробнее об этом. Индекс доллара в понедельник показывает неопределенность. Сначала котировки немного подросли, а затем опустились до уровня 91.55. За выходные не произошло ничего кардинального, и сегодня рынок будет относительно спокойным. Вырасти индексу доллара США не даст продолжительное снижение доходности гособлигаций. Напомним, что доходность десятилетних госбондов США накануне опустилась до месячного минимума к отметке 1,53%. На фоне этого ожидается снижение котировок индекса американской валюты в течение всей недели. Пока что диапазон котировок останется в диапазоне 91.40-91.80, с потенциалом на снижение. Возможно, завтрашняя публикация базовой ставки Национального банка Китая повлияет на ситуацию, о чем мы обязательно вам расскажем. Японская иена новую неделю начала с укрепления. Но насколько сильным оно будет, пока неизвестно. Сейчас перед котировками пары доллар-иена расположена сильная поддержка на уровне 108.40. Это минимум от 10 и 23 марта, и закрепление под данным уровнем откроет новую цель 107.50, но возможен и другой сценарий – разворот цены вверх, который будет направлен на преодоление уровня 109.37. Поэтому нам остается лишь ждать развития событий, так как сегодня ожидается сниженная волатильность. Похожая ситуация наблюдается и с валютной парой австралийский доллар против американского. Интерес трейдеров на открытии недели направлен на понижение австралийской валюты. Подтверждают такую разворотную тенденцию и технические индикаторы. Поэтому на данный момент целью движения выступает вершина от 17 декабря 2020 года на уровне 0.7641. Преодоление этой цены открывает вторую цель – 0.7565. Возможно, ситуацию изменит результат завтрашнего заседания по денежно-кредитной политике в Австралии. Об этом вы также узнаете из нашего следующего выпуска. Не пропустите, будет интересно! И на этом у нас пока все, мы желаем вам профитных сделок и ждем вас на нашем канале с новыми видео уже через пару часов. До встречи!